Енисей! Енисей всегда в сердце! Локомотив домой! Домой! Время 17.00, до игры 1 час. Волны болельщиков стекаются к стадиону. Кто-то встречает друзей, а кто-то уже делает ставки на матч. 2-0, Локомотив выиграет. Почему так думаете? Ну, я уже не раз эту встречу видел. Еще даже в первом лиге дивизионе, когда Енисей играл. А пока одни рассуждают об игре, другие спешат подкрепиться. Матч ведь идет почти 2 часа. Вот чайка свина, есть говядина, шашлыки и пловчик, чисто по-персидски. Всех накормили? Еще половину, еще половина идет. И после футбола также домой заберут, чтобы в ужин не готовить. Двигаемся дальше. Перед самым стадионом специально для болельщиков развернулись сразу несколько игровых площадок. Можно в бильярд сыграть на гигантском поле или, например, в мини-футбол. Финальный штрих перед матчем нарисовать на лице символику команд. Все, теперь можно идти на стадион. Первый тайм и уже на 21-й минуте в наши ворота залетает мяч от Алексея Миранчука, полузащитника Московского локомотива и сборной России. Затем Енисей зарабатывает сразу три штрафных подряд, но ни один не удается реализовать. На перерыв уходим со счетом 1-0. Фанаты красно-синих духом не падают. На первых-то минутах чуть не забили главному вратарю России. Не хватает реализации моментов. И ошибки не Оленичева, а игроков именно. Очень много брака. Оленичевым красавчиком. Болеем за Енисей, за игроков, за Оленичева. Во втором тайме настоящая бойня разворачивается на трибунах. Фанаты локомотива и Енисея соревнуются, кто громче поддержит свою команду. Красноярские болельщики даже снимают с себя футболки. В итоге забить удается снова локомотиву, причем дважды. Итог встречи 3-0. Енисей с разгромным счетом проигрывает действующему чемпиону России. Хотя сами болельщики Лока признаются, играли москвичи хуже красноярцев. Локомотив играл очень плохо. Нам повезло. Мы должны были проигрывать, но выиграли почему-то 3-0. Такое бывает это в футбол. А Енисеевым как? Играл хорошо. И я даже не хотел, чтобы мы забивали третий гол, потому что как-то жалко было Енисеевым. Он не заслуживал сегодня поражения 0-3. Игра есть игра и повезет в следующий раз. Это, наверное, уже девиз нашей команды. Что ж, теперь ждем в гости уже не столичной клубы, а команду из теплого Краснодара. Матч состоится уже 11 ноября. Софья Питеркина, Александр Тропин. Новости ТВК.